В этом видео поговорим о том, что Зеленский отвергает идею заморозки конфликта и рассчитывает на свой победный план. Немецкая газета Bild сообщила, что Зеленский на словах поддержал мирный план Шольца, который может предусматривать создание зон демилитаризации по противоположным сторонам линий боевого соприкосновения. Иначе говоря, речь идет о временной заморозке конфликта без принятия решения о статусе территории, которые сейчас охвачены военными действиями. Инициатива Шольца, по данным Bild, может быть поддержана представителями киевского режима и Кремля в ходе Второй мирной конференции, которая может состояться до президентских выборов в США. По данным Bild, Зеленский по предложению Шольца представит администрации Байдена, а также кандидатам в президенты Трампу и Харрис свой мирный план. Он предполагает локальную заморозку конфликта. Практически сразу по факту выхода указанной статьи в Bild, советник офиса просроченного президента Дмитрий Литвин выступил с категорическим опровержением информации о том, что Зеленский поддерживает идею Шольца о заморозке конфликта. По словам Литвина, Зеленский делает ставку на свой победный план. По данным украинских СМИ, в ходе визитов США, Зеленский попытается лично уговорить Байдена разрешить Украине использовать американские ракеты для ударов по России. По данным американских СМИ, Байден готов согласиться с использованием на Украине британских, французских и немецких ракет, но только не американских. До президентских выборов в США позиция Байдена по этому вопросу принципиально не изменится. Советник Зеленского отметил, что Зеленский попросит Байдена поддержать его победный план новыми поставками американского вооружения и призовет не идти на поводу у политиков, предлагающих объявить о капитуляции. Вчера же сам Зеленский дал интервью украинскому изданию страна, в котором сообщил о том, что его победный план пока не готов. По словам Зеленского, каждый пункт этого плана всецело зависит от решения Байдена, поскольку он базируется на ударах по России с западным дальнобойным вооружением. На вопрос журналиста о том, на какой стадии этот план сейчас находится, Зеленский пространно ответил, что план находится посередине, между двумя саммитами мира. Один из них уже завершился ничем в Швейцарии, а другой должен пройти неизвестно где ближе к концу этого года.